Так, друзья мои, приветствую. Что будет ценой биткоина в ближайшее время, в какие сделки планирую входить и в каких нахожусь прямо сейчас. Плюс сегодня поделюсь с вами некоторыми интересными сетапами по альтам и расскажу, что в целом планирую делать на текущий момент с альткоинами. Без долгих слов, сразу погнали к делу. Последний обзор по рынку мы с вами записывали аж 8 марта. Это было 3 недели назад, вот здесь это было, когда биткоин торговался на отметке 69 тысяч долларов. И на самом деле ничего особого с этого момента не произошло. Как вы помните в последнем обзоре, специально пересмотрел его перед этим видео, я говорил о том, что скорее всего нас ждет какой-то флэт. Ну и собственно нас ждал какой-то флэт, да, то есть мы здесь в моменте ходили до 60 тысяч долларов. Наверняка кому-то было чуть страшно, кто-то использовал эти возможности для закупа альткоинов, потому что я прямо в обзоре говорю, что если будет коррекция до 60, я буду докупать альткоины. Ну и возможно мои внимательные подписчики тоже докупали альткоины, потому что точки входа по многим альтам были действительно неплохие. И все, что вы купили вот здесь, ну вот реально все, что вы купили здесь, оно дало уже там от 10-20 процентов до 2-3 иксов. Вот поэтому здесь была неплохая точка входа именно для спота по альтам. Ну и эфир тоже здесь можно было подбирать. Дальше, что ждем по рынку дальше? Смотрите, в принципе, после такого отстрела мощного, который у нас был с вами с 48 тысяч долларов, мы можем с вами еще раз его замерить для наглядности, так скажем. То есть смотрите, вот от 38 тысяч долларов у нас был рост с вами практически 2 икса 90 процентов. Что происходит с рынком в такие ситуации? В такие ситуации, если в рынке нету большого количества ликвидности, нету большого количества хайпа, а в крипте, я считаю, сейчас нету большого количества хайпа, то, как правило, после таких жестких отстрелов рынку нужно дать остыть. И в моем понимании рынок сейчас находится просто в фазе небольшой аккумуляции, небольшой консолидации перед дальнейшим ростом. По крайней мере, у нас нету с вами никаких причин говорить о том, что бычка закончена, о том, что мы больше не будем расти и так далее. Мое мнение касательно рынка относительно того, что вы слышали от меня в прошлых обзорах, оно, откровенно говоря, поменялось-то не сильно, потому что я точно так же лонгу альты, я точно так же держу среднесрочные лонги, я точно так же держу сейчас краткосрочные лонги по альтам. И так или иначе, жду продолжения этого роста. У нас сегодня с вами 1 апреля. 1 апреля – повод посмеяться, конечно же, но для нас это повод с вами посмотреть на то, как закрылась месячная свеча. И лишний раз убедиться в том, что, ну, когда у нас идет, давайте еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зеленых свечей подряд, я не знаю, рекорд на биткоине или нет, по-моему, да, по-моему, это рекорд на битке, 7 месячных зеленых свечей подряд. Ну, говорить о том, что мы будем куда-то падать, это очень опрометчиво. И, в принципе, друзья мои, я вам напоминаю то, что сейчас самое главное – это не шортить рынок. То есть, если вы видите 7 зеленых свечей подряд, возможно, 8 будет красной, я с этим не спорю. Но, в принципе, шортить такие зеленые полки – это просто самоубийство. Пожалуйста, помните об этом и не допускайте глупых ошибок, потому что, действительно, знаю очень много людей, которые ректанулись на шортах, не знаю, по какой причине люди шортят бесконечно растущий рынок. По-моему, это очень невыгодное мероприятие, как с точки зрения риск-менеджмента, как с точки зрения математики. Ну, то есть, вы же понимаете, что, когда вы шортите, ваш актив может упасть максимум на 99 процентов. То есть, вы можете заработать максимум 99 процентов. Когда мы работаем на рост, то актив может вырасти там хоть в 10 раз, хоть на 1000 процентов, хоть на 10 тысяч процентов, да, как какие-нибудь сратые мемкоины. И, соответственно, вы здесь не ограничены особо в потенциале заработка. И когда у нас идет бычка, гораздо лучше, гораздо выгоднее сосредотачиваться именно на поиске точек входа в лонг. Опять же, я не говорю о том, что там надо залететь по хаям и все такое прочее. Нет, нужно просто сидеть, ждать коррекции и заходить на адекватные лонги. В принципе, адекватная точка входа еще раз была вот здесь. Я здесь набирал много позиций как на фьючах, так и на споте. И все еще продолжаю держать эти позиции. Некоторые из позиций, кстати, мы сегодня с вами разберем. Я вам их также подсвечивал в прошлом обзоре, когда мы с вами были. Все подробно разберем. Смотрите, что делать с битком сейчас? Давайте локально разберемся. У нас с вами сейчас явно сформировался уровень 69 тысяч долларов. То есть мы видим, что мы сначала его приходили здесь, ретестили снизу вверх. И потом, соответственно, мы видим, что он у нас отрабатывает именно… Сначала это было сопротивлением, теперь это у нас отрабатывает уже именно как поддержка. Я думаю, что этот уровень нас удержит. То есть если мы с вами остаемся выше 68 тысяч долларов, то можно лонговать прямо с текущих. То есть, в принципе, мы видим то, что сейчас консолидация. Но тут важно понимать еще один важный момент. Смотрите, у нас были выходные. А, кстати, CME уже открылась. Да, CME уже открылась. Тр-тр-тр-тр-тр на отметке 70 965. Ну, чуть-чуть пролили на CME, но, опять же, в принципе, не особо критично. Просто когда начинал записывать обзор, утром смотрел, CME было еще, по-моему, закрыто. Ну, ладно, не суть. В общем, история какая. То, что пока мы находимся на отметке 68 тысяч долларов, в принципе, можно лонговать прямо с текущих. И у меня больше, скажем. То есть я сейчас лонгами нагружу краткосрочно, среднесрочно, долгосрочно на споте. Вот везде, где можно, везде лонгами подзагружен. Соответственно, где стоят мои стопы плюс-минус по краткосрочным лонгам, по альтам? Это отметка 68 тысяч долларов по биткоину. То есть если мы провалимся с вами под этот уровень, то есть если мы ломаем вот эту восходящую структуру, эта точка слома находится у нас вот здесь, то, соответственно, здесь смысла держать лонговые позиции именно краткосрочные уже нет, то здесь следующая зона для закупа у нас будет примерно 62, 62, может быть, 60 тысяч долларов, будем смотреть с вами по ситуации. Дальше. Да, кстати, важный момент, друзья мои. Я тут был в поездке, поэтому три недели обзора для вас не записывал. Но если вы были в телеграм-канал подписаны, ссылка на который находится под этим видео, то там было много всего интересного. Делился своими сетапами, делился, как торговал, соответственно, пока был в отъезде, подсказывал вам, подкидал, так сказать, точки входа, делился красивыми картинками. Все это в телеграме. Ну и без мемов, как вы знаете, никуда. Вот поэтому на телеграм-канал обязательно подписывайтесь. Ссылка под этим видео, будем с вами на связи оставаться почаще. А мы с вами продолжаем по битку. Смотрите, еще раз, разбирайте 10 раз все, что мы с вами разбирали, то, что мы там на дневке над всеми мувингами, на недельном графике мы над всеми мувингами, то, что тут бычка, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я смысла особого не вижу. То есть здесь, опять же, мое мнение по рынку неизменно. Это все строго лонг, просто лонг после коррекции. Ну, не хотите вы сейчас залетать на лонг? Ну, можно будет поискать на 62. Но я, честно говоря, не уверен, что мы пойдем на 62. То есть можем ли мы? Конечно, можем. Это рынок, тут может произойти абсолютно все, что угодно. Но пока что видится мне то, что мы вот так вот поконсолидируемся и, собственно, дальше пойдем вверх. Какие моменты могут нам в этом помешать? Давайте сразу разберемся. Ну, во-первых, естественно, любая вышедшая не вовремя новость может нам в этом помешать. И нам может помешать в этом американская фонда. То есть если мы с вами посмотрим на S&P 500, а мы сегодня на него с вами планируем чуть побольше посмотреть. Только, я думаю, что ближе к концу обзора. То есть здесь тоже у нас, ну, прям просится коррекция. То есть здесь настолько рынок уже отлетел. Напомню, это график не биткоин. Это график S&P 500, индекса главного американской экономики. То есть мы с вами видим то, что здесь, вспоминаем на биткоине сколько у нас было? Там 2 икса. То есть здесь у нас безоткатный рост 30%. Но еще раз, это не биткоин. Это не какая-то там мемная монетка. Это не спекулятивная какая-то акция. Это индекс американской экономики. S&P 500. Индекс 500 крупнейших компаний. И то, что мы сейчас с вами видим, безоткатный рост на 30%, это тоже не самая адекватная ситуация. Здесь зоны коррекции, они достаточно очевидны, достаточно понятны. То есть это уровень 4,600, 4,800. Ну, первое, понятно, это 4,800. Вот мы здесь видим уровень. И второе, это 4,600. Что будет происходить с биткоином, если у нас сейчас в американской экономике выйдет какие-то опять же негативные новости, высокая инфляция там, не знаю, низкая безработица и так далее. То есть, ну, вот сюда вот мы куда-то придем. Биткоин в этой ситуации вполне себе может сходить и до, ну, скажем, 52 тысяч долларов. То есть если мы придем с вами по битку куда-то вот сюда, для меня это будет опять же очень хорошая возможность докупить спотовые позиции, которые там частично, может быть, были разгружены вот здесь, где-то вот здесь. Если они будут здесь разгружены, соответственно, то здесь, я считаю, будет неплохая точка для набора спотовых позиций. В принципе, что касательно спота, вы часто там спрашиваете в комментариях, что купить, что продать. Смотрите, у меня пока что позиция какая? Я особо спотовые позиции не продаю. То есть я продавал их, я продавал то, что покупал вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я продавал вот здесь и вот здесь. Вот сейчас на текущий момент я на вот этих вот здесь уже, да, там чуть-чуть докупался. И, соответственно, пока что продавать желания особого у меня нет. То есть если сейчас будет падать, я думаю, что есть смысл именно докупаться. Почему я так думаю? Потому что если мы сейчас посмотрим с вами на все графики битка, то мы сейчас с вами подходим к хаулингу. И после хаулинга у нас, как правило, начинается горячая фаза бычки. Что такое горячая фаза бычки? Это когда у нас начинается с вами параболический рост. Ну, будет ли он в этот раз, будет ли у нас после хаулинга такой же взрывной рост, там до 150-200 тысяч, мы, естественно, не знаем. Но если мы опираемся с вами на теорию вероятности, на то, что происходило в прошлом, а только так мы можем строить наши инвест-стратегии, если мы опираемся с вами на макроэкономические факторы, то есть мы понимаем то, что в целом мировые ЦБ, скорее всего, скоро снова будут снижать ставку, снова будут накачивать рынки ликвидностью. И в целом американская экономика чувствует себя на текущий момент достаточно неплохо. То есть именно по таким. Есть там до чего докопаться. То есть, конечно, если у меня сейчас какие-то будут там прораженные экономисты в комментариях, они могут мне сказать, что не совсем она хорошо себя чувствует. Но на поверхности это так. То есть на поверхности индексы растут, ФРС ставку не повышает, говорят о том, что будут вынижать и так далее. Это для нас самое важное. Пока что вглубь можно не копать. Понятно, что если у нас сейчас хлопнется весь американский раздутый пузырь, то тут будет не до биткоинов, поверьте мне. Но пока мы говорим о том, что все растет, и, наверное, годик в запасе у нас еще есть, то есть в целом в этот год мы вполне можем неплохо так иксануть свой капитал. И мой расчет сейчас идет именно на это. Потому что я часто в выпусках упоминаю о том, что да, там в американской экономике пузырь, там замедление деловой активности, там высокая достаточная инфляция и бла-бла-бла-бла-бла. Но здесь надо понимать то, что бабло решает все. То есть если ФРС включает снова печатный станок, ну нет смысла сидеть на заборе, нет смысла сидеть в долларе, доллары будут обесцениваться. Я говорю доллары, но вы должны понимать то, что долларовая инфляция, она размазывается по всему миру. И неважно, где вы живете, в России, в Зимбабве или где-то еще, вы в любом случае будете страдать от этой инфляции. Поэтому находиться сейчас вне позиции, как по мне, это довольно странное решение. Естественно, еще раз я просто напоминаю, еще раз напоминаю, друзья, это не призыв залетать all-in на 70 тысяч в биток. Это призыв к тому, чтобы адекватно подходить к своей стратегии инвестирования и не держать слишком много кэша в портфеле. Окей. Но не забываем мы с вами о том, что в целом-то коррекция и предпосылки к коррекции у нас с вами еще сохраняются. Давайте посмотрим на показатели, которые мы с вами обычно спорим. Это фандинг и ликвидации. Сегодня получается у меня чуть помедленнее говорить, потому что три недели не записывал для вас обзоры. И вот пока не могу быстро встроиться в этот ритм записи, так скажем. Итак, по фандингу. По фандингу мы видим, что мы с вами довольно сильно перегреты. То есть фандинг 0.05, но опять же, на бычке он у нас держится долго 0.05 и ничего страшного не происходит. То есть даже без коррекции мы с вами можем расти на таком фандинге. Что нам здесь важно понимать? То, что когда у нас идет высокий фандинг и вот этот вот флэт, когда мы держим с вами лонговые позиции, я думаю, вы уже заметили, если вы держите их на фьючах, вы можете сейчас платить достаточно большой фандинг. То есть в целом, если вы последние, получается, ну давайте с 25 по первую неделю держали позиции, то вы заплатили, наверное, там где-то пару-тройку процентов чисто фандинга. То есть вы заплатили за удержание позиции на фьючах. Имейте этот момент в виду. Если вы еще не понимаете, что такое фандинг, как работают фьючерсы и так далее, посмотрите, у нас есть обучающее видео на канале. Ссылки будут под этим видео. Там разложено на примере биржи Bybit. Ну и, собственно, если вы торгуете криптой, напоминаю вам то, что биржа Bybit одна из топовых в СНГ на текущий момент. Даже не одна из топовых, а топовые биржи в СНГ на текущий момент. Нет санкций, рабочая P2P, хорошая ликвидность. Сейчас, кстати, на Bybit проходит очень большое количество лаунчпулов, лаунчпадов. Что такое лаунчпулы? Лаунчпад у нас тоже есть отдельное видео на YouTube. Ссылка будет здесь под роликом и в подсказках мы вам оставим. Это места, точнее места, это ивенты, на которых вы можете бесплатно получить токены до их листинга на бирже и заработать практически без рисков. Еще раз, все подробности будут по ссылке под эти видео. Перейдите, посмотрите. Если вы еще не разбираетесь в том, что такое лаунчпулы, лаунчпады и так далее, то посмотрите и используйте это для того, чтобы добавлять к своему депозиту. Мы продолжаем с вами разбираться по поводу того, что в целом происходит у нас сейчас на крипте. По поводу ликвидации. Смотрите, ликвидации тоже у нас достаточно давно не было. И это тот фактор, на который я довольно часто смотрю. То есть, если у нас долго не было ликвидации, ну хотя бы там полмиллиардика, миллиардик, то вероятность коррекции сильно возрастает. То есть, чем дольше мы с вами идем без ликвидации, тем, соответственно, больше шансов того, что у нас резко нарисуется какая-то вот такая палка вниз. Вот. И, собственно, мы с вами увидим хорошую коррекцию. Я вам уже сказал, что на 60 тысяч долларов, если у нас не поменяется с точки зрения макро текущий расклад, если мы с вами вдруг сейчас вот этот 68 не удерживаем, все мои лонги там текущие отлетают по стопам, то на 60 с очень большой долей вероятности, да, мы будем вот сюда, если подходить, я буду снова набирать лонговые позиции, о чем я вам, конечно же, постараюсь сообщить в Телеграм-канале, если вы не подписаны. Напоминаю, подписывайтесь. Здесь много полезного контента, смешные мемы. И самое важное, здесь выходят уведомления об обзорах и о видео на Ютубе. Так, что еще нам с вами нужно разобрать? По поводу ликвидации обсудили, по поводу ставок финансирования обсудили. Сейчас подождите, посмотрю свои заметки. А, ну да, самые интересные вопросы у нас остались. Что с альтами и когда будет рост по крипте? Когда мы выйдем из этого флета? Ну, давайте начнем с конца. Когда будет рост и когда мы выйдем из этого флета? Я, естественно, точно не знаю и знать не может никто. Нам сегодня нужно с вами дождаться открытия американского рынка. Посмотрим, как откроется американская фонда. Если американская фонда откроется бодрой, то вполне вероятно, что мы можем переписать хай уже на этой неделе. Что касательно альтов. Здесь ситуация тоже довольно неоднозначная. Предлагаю смотреть сразу дневного графика, чтобы не заниматься там ерундой на мелких тамфреймах. Что у нас происходит по доминации? По доминации на самом деле картинка, конечно, не очень красивая. То есть мы все еще находимся у уровня 54,5%. Причем здесь знатоки технического анализа могут увидеть восходящий треугольник, который является у нас фигурой продолжения тренда. Будет ли тренд по доминации продолжен? Ну пока что действительно очень сложно сказать. То есть видно то, что от 54% у нас резко начинают сливать битки, выходить люди в альты. Но как бы глобально, глобально еще раз, вот доминация биткоина на текущий момент самый непредсказуемый для меня показатель. Самый непредсказуемый. Я считаю то, что на текущих отметках покупка альтов, она не является ошибкой. То есть даже если у нас сейчас доминация биткоина сделает там, не знаю, ну допустим, давайте 56%, да, и у нас чуть-чуть альты сольются, а там биткоин еще чуть-чуть вырастет. Или даже на 58%, и это опять же там альты чуть больше сольются, биткоин чуть больше вырастет. Ну в это верится реально, вот в 58% верится очень-очень слабо. То, ну вы же покупаете альты не здесь, да, вы покупаете альты не здесь, вы покупаете альты не здесь. Если вы еще не знаете, что такое доминация биткоина, ну либо посмотрите видео на ютубе, либо погуглите, либо приходите там в наше закрытое сообщество, пройдите у нас обучение, разберитесь уже нормально в крипте, чтобы не путаться в понятиях и понимать, что вообще такое доминация биткоина, на что она влияет. Вот, вы покупаете альты уже по сути вот здесь, да, то есть это плюс-минус пиковые значения по ценности биткоина с точки зрения доминации. И когда вы покупаете здесь, ну, опять же, можете ли вы там не угадать самое дно по альтам? Опять же, альты мы говорим дно относительно биткоина, не забывайте. Можете, но если это будет какое-то небольшое еще падение, то ничего страшного. Здесь на самом деле можно инвертировать график, я думаю, для понятности. То есть так будет, наверное, даже более наглядно. Почему так будет более наглядно? Потому что для нас, чем выше, соответственно, доминация биткоина, тем дешевле у нас стоят альты относительно биткоина. И нам, если у нас доминация пойдет еще ниже, то нам за биткоин, за биткоин, нам будет еще более выгодно вот здесь покупать альты. Но, опять же, это такой инструмент, даже не то, что для продвинутых более, больше для людей, которые в рынке не первый день и которые занимаются ребалансировкой своих активов. То есть если вы просто держите биток и не планируете заниматься там альтами, то, наверное, это вам не очень интересно. Но на самом-то деле все деньги на крипте, они делаются, как правило, именно за счет ребалансировки своих активов. То есть мы сначала покупаем биток, когда он недооценен, потом продаем биток, покупаем, взять биток альты и так далее. Вот сейчас на текущий момент мое мнение, что биткоин очень сильно переоценен относительно альтов. И может ли он дать там еще пару процентов доминации? Да, может. Но это уже будут какие-то небольшие значения. И очень большая вероятность, что в ближайшее время у нас одобрят какой-нибудь спотовый ETF на эфириум, например, который, напомню, все еще не переписал свои хаи. То есть если биткоин уже там в каком-то космосе, то эфир еще даже не переписал свои хаи на уровне 4-800. Ему еще до них расти получается 34%. А если мы говорим про уровень биткоина, ну если там биткоин 70 тысяч, то это эфир примерно как 5-100 может быть, то это еще 50% роста. Вот. Поэтому все сейчас говорит нам о том, что доминация биткоина должна уже в скором времени снижаться. И паальтам тоже нас должен ждать какой-то праздник жизни. В целом мы с вами разбирали график самих альтов, то есть Total 3, график капитализации крипты, исключая биткоин и эфир. Здесь у нас тоже все выглядит с вами довольно оптимистично. Хороший аптренд, хорошие выходы, хорошее пробитие всех уровней. Я думаю то, что в районе уровня 830 миллиардов мы еще немножко с вами вот здесь как-то поконсолидируемся. Но вероятнее всего это просто вопрос времени, когда мы пробьем этот уровень и пойдем ракетить дальше. По альтам идеальные точки входа будут на уровне 620 миллиардов долларов капитализации. То есть вот здесь, если мы по графику Total 3 переходим в 620, скорее всего какие альты не купите, на всем вы заработаете. Понятно, можно там провести фундаментальный анализ, можно посмотреть, что это за проекты, кто в них сидит, собираются там с ними проводить какие-то манипуляции и так далее. Но вероятнее всего, если вы купите вот в этой точке любые альты, там более-менее топовые, вы на них заработаете. Далее, что касательно альтов, которые мы с вами разбирали на прошлых обзорах, неплохо себя показывает Litecoin. Я про него много раз писал в Телеграме, я вам много раз про него говорил здесь в обзорах на Ютубе. Я вам говорю, что вот это накопление, оно идет неспроста. Они спроста его не выпускают. Соответственно, с момента, как мы с вами разбирали его в накоплении, он дал 70%. Я здесь и спотовые позиции набирал, и фьючерсные позиции набирал, примерно на отметках 80%. Вот здесь получилось довольно неплохо это движение забрать. Дальше, из интересного сейчас, то, что еще осталось, совсем не стрелившее. Но я знаю, тут многие как бы могут немножко мне навтыкать в комментах. Я знаю, что Ripple не все люди так хорошо к нему относятся, как я. Но смотрите, что происходит по Ripple на текущий момент. Ну просто стейблкоин. Вот просто стейблкоин, никому не интересный какой-то полускам. Накопление длиной… Давайте посмотрим трехдневку. Сколько он копится уже? Накопление длиной 736 дней. То есть это практически два года. И самое интересное, смотрите, то, что на последнем пампе, на последнем пампе, если это можно назвать пампом, там до 0.713, до 0.713, когда он рос, у нас были достаточно хорошие объемы. И есть у меня предположение, то, что это была только первая волна пампа, и дальше нас ждет, ну, что-нибудь вот такое в районе единички. Почему я уделяю много внимания Ripple? Потому что по Ripple, ну, если вы здесь не заработаете, то вы здесь, скорее всего, и не потеряете. Потому что Ripple дешевле, там, 0.45, вряд ли кто-то вам даст откупить. Я думаю то, что этот проект на бычке себя еще очень хорошо покажет. И поверьте мне, если вы поглубже копнете в то, кто этим проектом занимается, что за люди за ним стоят, как там все устроено, то вы поймете то, что на нем будут очень веселые движения происходить. Вопрос времени. Вопрос времени. То есть я не говорю, что это произойдет завтра, и даже, возможно, не через месяц, но в течение года полутора, я думаю то, что Ripple еще перепишет свои хаи. И давайте вернемся, опять же, к этому видео, там, скажем, в середине 2025 года. Дальше. С точки зрения альтов. Смотрите. У нас сейчас, естественно, прет сектор АИ. Естественно, у нас сейчас прет с вами сектор РБА. Здесь моменты какие. Вот, друзья мои, тут самое важное правило. Я думаю, мы на сегодня с вами будем уже заканчивать. Самое важное правило какое? Если вы под этим обзором набираете тысячу лайков, то в следующем видео мы с вами разбираем 5 топ альтов на то, чтобы набрать их на споте. Для того, чтобы набрать их на споте. Следующий важный момент. Если вы видите, что что-то отстрелило и дало там 10, 20, 30 иксов, ну, как какие-нибудь мемкоины типа ПП, то не стоит в них залетать по хаям. Если вы хотите купить, дождитесь коррекции. Но не дадут вам их купить. Ничего страшного. Поищите активы, которые еще не отстреливали. Сейчас в рынке, вероятно, будет происходить очень интересная движуха. Я думаю, что в целом после халвинга нас ждет еще интересное лето. Я думаю, что 2024 год это в принципе будет год достаточно неплохой с точки зрения бычки, с точки зрения такого инвесторского подхода на крипте. Ну и напоминаю, что если вы торгуете криптой, то в любом случае вот именно в том рынке, в котором мы находимся с вами сейчас, удержание спотовых позиций, как правило, является более выгодным. Почему? Потому что на фьючах нужно искать точки входа. Эти точки входа есть не всегда. Даже вы видите, да, в обзорах я вам часто говорю, что я там могу находиться без каких-то краткосрочных позиций. Конкретно сейчас набрал. То есть сейчас вообще там много лонгов. Мне кажется, что 15-20 у меня набрано именно на фьючах. То есть там краткосрочные, среднесрочные, всякие разные. Не считая спотовых позиций. Вот. Но опять же, это только потому, что были адекватные точки входа. Потому что на уровне 60 тысяч долларов там можно было поднабраться. Потом можно было поднабраться еще вот здесь. Но вполне вероятно. Могли ли мы расти дальше вот так вот в консолидации, просто без этой коррекции? Да, вполне себе могли. Можем ли мы сейчас пойти там куда-то вот сюда вот вниз? Да, конечно, можем. Вот. Поэтому здесь опять же соблюдайте риск менеджмент. Торгуйте по своей стратегии. И пишите ваше мнение в комментариях по рынку. До скорых встреч. До скорых встреч.